Совещание совсем не походило на привычное. Официальный тон сменили на торжественный. Форму одежды на праздничную. Награждают так не каждый день. Сегодня многие собравшихся в этом зале будут награждены медалью за вклад в развитие местного самоуправления и за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапа. Также, я думаю, мы с удовольствием сегодня поздравим победителей краевого конкурса название лучший орган территориального общественного самоуправления. Медали вручили прежде всего ветеранам муниципальной службы. Также чествовали заслуженных работников администрации, руководителей ТОСов, активистов, общественников. Дипломами наградили победителей конкурса название лучший ТОС. Призерам конкурса лучший сельский округ тоже отдали дань уважения. Первое место в нем занял Благовеченский сельский округ. Много приятных слов было сказано, но не обошлось и без наставлений. Так выступление ветерана муниципальной службы Валентина Дмитриевича Машукова напомнила поговорку и кнутом, и пряником. Похвалив коллег за сплоченность и командный дух, в конце он добавил. Получить медаль выпало не каждому. Учительница русского языка и литературы Лилия Кожемяка совсем не ожидала такого подарка судьбы и считает, что это заслуга прежде всего ее учеников. Я благодарна своим первым учникам, которые помогли мне стать учителем. Сегодня прозвучали в зале фамилии Дерляин, еще ребята мои. Это те, с которыми я работала. Я благодарна своей учительской судьбе, так хорошо пошло. И действительно, многие из бывших учеников Лилии Ивановны добились блестящих успехов. И за это в ответ благодарят свою наставницу. Не только я, наверное, уже многие поколения ребят и девчат могут сказать громадное спасибо этому человеку. И я убежден, что эта медаль сегодняшняя, это действительно заслуженнейшая награда за тот, можно сказать, неоценимый труд, вклад. Можно сегодня делать золотые изделия, а делать золотые души, золотые мозги намного-намного сложнее. Поэтому, наверное, самый неоценимый труд – это труд педагога. Анна Жигалова, Роман Карпов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.